Мы продолжаем работать в прямом эфире. В студии Елена Мурмила. Я еще раз представлю гостя нашей программы сегодня. Это депутат Волгоградской областной дом Татьяна Цибизова. Татьяна Игоревна, мы с вами до перерыва начали говорить, поздравили всех с Днем работников культуры. Вы сейчас очень активно ездите по районам Волгоградской области. А как у нас культуры в районах? Давайте оттуда зайдем. Вы знаете, я и сегодня сейчас только к вам приехала из Ленинского района, где поздравляла всех работников культуры. Я могу сказать, что это истинные не только хранители, но и создатели нашей культуры, современной культуры. Очень серьезная подготовка и молодежи, сохранение всех культурных традиций. И все это налицо. Единственное, конечно, что следует отметить, и, наверное, это как-то связано с тем финансовым кризисом, в состоянии которого мы живем, конечно, хотелось бы получше материально-технической базы. Она вообще еще есть у нас в районах, материально-техническая база? Вы знаете, все не так плохо. Мы, в общем, должны быть оптимистичными, потому что жизнь, по большому счету, к нам относится так же, как мы к ней относимся. Есть проблемы, проблем много. Ну, в частности, допустим, есть отдаленные хутора и поселки малонаселенные, но там от совхозов, колхозов остались солидные по объему дома культуры. Их тяжело содержать, их тяжело отопить, их тяжело ремонтировать. Они ветшают. Это проблема. Но существует, допустим, другая проблема. Есть Ерзовское сельское поселение в Городищенском районе, где живет очень много людей. Пять тысяч, шесть тысяч, наверное, около шести тысяч. Много очень молодежи. Но им некуда податься, потому что так исторически сложилось, что в Ерзовском сельском поселении нету дома культуры, и нету никакого клуба. Я думаю, что это, наверное, даже более серьезная проблема, нежели там обветшалые какие-то сельские клубы. Но, насколько я знаю, что в этом году и президент объявил Год культуры, и существует федеральная программа по поддержке объектов культурного наследия и по поддержке и развитию культуры в регионах. Вот мы буквально на днях будем проводить корректировку в бюджет. И, конечно, все депутаты заинтересованы в том, чтобы на статью культура ассигнования увеличились. Это важно. В сложных нынешних финансовых условиях сколько денег можно на это выделить? И что на них можно будет сделать? Ну, надо будет смотреть. Надо будет выделять деньги так, чтобы не пострадали никакие защищенные статьи, такие как зарплаты бюджетников, социальные выплаты и так далее. В той же Ерзовке реально построить какой-то объект культуры? Я не буду давать никаких обещаний, и тем более оценивать возможность, вероятность. На сегодняшний день без федеральной поддержки мы ничего построить не сможем. И зная финансовое положение Волгоградской области, я понимаю, что это можно будет сделать только в долгосрочной перспективе. Потому что любую федеральную поддержку нужно поддерживать нашим местным рублем. Конечно, любые федеральные деньги, они сопровождаются обязательно региональной составляющей. Поэтому хочется надеяться, верить и хлопотать о том, чтобы со временем все-таки в Ерзовке был клуб. А в Ленинске сегодня мы смотрели замечательное и театрализованное фактически представление, подготовленное самими работниками культуры, и роскошную выставку, где используются такие технологии, которые, допустим, я и в Волгограде не видела. Так что молодцы наши работники культуры, и хочется им пожелать не только профессиональных успехов, но и личного счастья, и мира, и добра вокруг, и внимания власти не только в День работников культуры, и не только в Год культуры, но и каждый день. Ну и как бы ни было, это банально и финансовой поддержки в том числе. Конечно, конечно. А вот продолжая тему Ерзовки, вы буквально на днях были в Ерзовке, вы встречались с сотрудниками одного из детских садов, Ерзовских, и речь шла о том, что они не очень сильно довольны методикой начисления заработной платы. В чем там был конфликт? Откуда вы это знаете? Мы знаем. Но вы знаете, основная масса проблем в бюджетных учреждениях касается такой щепетильной темы, как заработная плата. Она действительно у работников бюджетной сферы, особенно у помощников-воспитателей, у нянечек, у младших воспитателей в детском саду, она чрезвычайно низка. Но она равняется ровно тому, что нам сегодня предписывает федеральный закон. И если есть богатые муниципалитеты, они предусматривают меры социальной поддержки. Но вот на сегодняшний день из всех субъектов федерации, которые у нас есть в России, практически ни один сегодня региональный составляющий не обеспечивает. То есть эта зарплата, она приблизительно везде одинаковая на территории России, за исключением наших двух столиц. С чем связано недовольство и какие-то конфликтные ситуации? В основном с отсутствием информации о том, как начисляется заработная плата. И с элементами такой, не то что там правовой безграмотности, а в общем-то от неумения оценить действующее законодательство. И когда я была там, там замечательная заведующая, которая, кстати, делает все правильно, абсолютно в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами. Единственное, что хочется порекомендовать в таких случаях любым работникам бюджетной сферы, чтобы они внимательнее относились к заключению коллективного договора. И чтобы они прописывали систему материального поощрения все вместе на совете трудового коллектива. И тогда не будет никаких недоговоренностей, никаких обид. Должны быть четкие критерии оценки работы того или иного работника. И в соответствии с этими критериями должен решаться вопрос, насколько они должны быть поощрены сверх зарплаты или нет. Я вас поняла. Спасибо. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас депутат Волгоградской областной думы Татьяна Цибизова, Татьяна Игоревна. Продолжая тему ваших поездок по району, вы встречаетесь с людьми, встречаетесь с коллективами, с трудовыми. Везде говорите о развитии территории. На самом деле это очень хорошо. Мы говорим о том, что сейчас садики нужно делать. Опять же, культура, вот та же самая культура, на которую крайне мало денег выделяется. Она все равно присутствует и развивается. Вот насколько перспективна наша района в этом плане? Вы знаете, я считаю, что колоссальный потенциал есть у Волгоградской области. И эта территория для развития перспективная. Почему? Потому что у нас много земли, земля разная по своим свойствам. То есть у нас территория, где может в серьезных объемах развиваться сельское хозяйство. Те, кто занимается зерном, фермеры, особенно это северные территории. Это территории, которые дают серьезное пополнение бюджета за счет крестьянско-фермерских хозяйств. И они весьма успешны. Это важно. У нас есть менее богатые территории. Но для этих территорий надо найти просто, знаете, как... У каждого свой потенциал. Да, свой потенциал. Ну, в частности, допустим, Среднеоктубинский район, да, во все времена это был огород не только всей Волгоградской области, но еще и работал наполовину России, да. Сегодня, конечно, в Среднеоктубинском районе существуют некие проблемы. Они тоже касаются юридических вопросов землепользования. О чем я хочу сказать? Это отнюдь не связано никак вот с той темой, которая обсуждалась неделю-две назад о присоединении. Это как бы тема совершенно отдельная. Но там существуют некие преграды для тех людей, которые занимаются овощеводством. Это в основном крупные тоже фермерские хозяйства. И мы все пользуемся их услугами. Это и питомники, те, которые выращивают рассаду, и цветочную, и для благоустройства территории, и которые для дачников выращивают рассаду. Но они сегодня не имеют возможности расширяться. Потому что практически весь Среднеоктубинский район входит в состав природного парка, включая землепоселений. И теоретически мы говорим о том, что это район сельскохозяйственного назначения, да, или земли сельскохозяйственного назначения. Но люди не имеют возможности развивать свой сельскохозяйственный бизнес на земле, которая до юра находится в составе природного парка. Вот тут, конечно, задачи и районных депутатов, и, наверное, областных депутатов. Наверное, и на уровне области в том числе должны какие-то нормативные акты быть приняты. Ну, должны быть нормативные акты. И если есть такие люди, которые очень радеют за сохранение этого природного парка, да, то тогда у меня к ним есть закономерный вопрос. Почему они тогда не радеют за то, чтобы с территории природного парка вывозилось колоссальное количество мусора, которое там скопилось? Почему, допустим, они молчали о территории природного парка, когда строился мост? И если вы сейчас едете вдоль трассы, которая связывает Красную Слободу и Среднюю Ахтубу, то там ничего даже отдаленно не напоминает природный парк. Так почему это можно? А то, что является основой для жизни любой территории, это создание рабочих мест, нельзя. Вот я думаю, что здесь должен быть соблюден баланс интересов и должна быть серьезная экологическая проработка и серьезное межевание земель, которые имеют четкое предназначение. То есть есть земля-поселение, и поселение должно развиваться, оно должно дать сильным работу, оно должно дать слабым заботу. Заботы не будет, если у сильных не будет работы, потому что не будет налоговой базы. Поэтому это, конечно, проблема, она актуальна для Средняхтубинского района. И такого рода проблем, которые связаны с юридическими аспектами землепользования, их много. В частности, допустим, если говорить о южных территориях Волгоградской области, там очень много крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются овцеводством. Ну, в частности, это в Суровикинском районе, это Клецкий муниципальный район. В чем там проблема? В том, что нет четких регламентов, они предусматриваются только федеральным законом, но их нет. Когда, допустим, овцу можно выпускать, на какие пастбища, на какие нельзя, какой период для этого существует. На сегодняшний день существует проблема, когда эти овцы заходят на поля фермеров, которые выращивают хлеб. И, естественно, после овцы там ничего хорошего не получается. Вот такие моменты, они тоже требуют юридического обеспечения, но это уже прерогатива, к сожалению. То есть, в принципе, какие-то юридические вопросы, мандаты. Да, да. И это, кстати, вот почему я об этом говорю, потому что это основные полномочия областной думы. Областная дума – это именно законодательный орган власти. Иногда, когда мы приезжаем на места и нам рассказывают про то, где там не вывозят мусор, где не чинят дорогу, не ремонтируют дорогу, где не меняют лампочки. То есть, нам зачастую адресуют проблемы такого местного значения. Но, по большому счету, вот те моменты, о которых я сейчас говорила, они у нас сегодня в работе. То есть, не всегда находится быстрое решение. Понятно, да, накапливают эти проблемы, знания о этих проблемах. Вы должны придумать, наверное, такие механизмы, если так очень упрощенно говорить, которые будут работать, и этих проблем не должно возникать. Мы думаем и активно привлекаем к сотрудничеству всегда и муниципальные и районные думы. И надо сказать, что многие районные думы с нами сотрудничают и дают предложения. Мы, в свою очередь, выходим на уровень Государственной думы, обращаемся с различными вопросами. Ну и вот, в частности, конечно, землепользование, и там вопросы природного парка, экологические моменты, вопросы имущественные, они регулируются федеральным законом. И я рассчитываю на то, что депутаты Госдумы, которые работают от Волгоградской области, будут откликаться на наши запросы. Спасибо. Я еще раз напомню, что в гостях у нас депутат Волгоградской области на Думе Татьяна Цебизова. Татьяна Игоревна, мы уже затронули с вами тему присоединения Средне-Охтубинского района к городу Волгограду. Не могу не спросить ваше мнение на этот счет. Вы знаете, брали у меня комментарии где-то недели две назад, наверное. Я говорила о том, что я не видела ни одного документа. Это обсуждалось на тем, вот на, как бы, устно. Да, я, в общем, человек весьма конкретный и трепетно относящийся к документам. Я хотела бы видеть экономическое обоснование и, самое главное, какой-то анализ возможных или прогнозирование отдаленных последствий. Но, с моей точки зрения, сегодня никто не был готов к тому, чтобы реализовать этот процесс. Не город Волгоград, не Средне-Охтубинский район, хотя бы в силу вот тех причин, о которых я говорила. То есть, забирать территорию природного парка, как ее развивать, невозможно. Плюс существует разница в налогообложении на недвижимость, на землю для сельской территории, для волгоградской. Я не уверена в том, что все жители сельских территорий готовы были бы потянуть городские налоги. Ну и самое главное, опять-таки, Средне-Охтубинский район – это уникальное место для развития овощеводства. Надо помогать тем людям, которые работают в этой теме. Потом, сегодня есть замечательные федеральные программы, которые касаются трудоустройства наших безработных жителей. И об этом сегодня активно очень рассказывают сотрудники Министерства социальной защиты, которые ездят по районам. И вот однажды так получилось, что я была в Дубовском районе, были представители министерства. Что я с удовольствием послушала, потому что, конечно, от незнания иногда люди теряют и финансово. Вот в частности, если человек безработный, он может переучиться, его переучат. Ему могут дать на создание своего собственного дела подъемные средства. Допустим, на 60 тысяч рублей не построишь завод, но на 60 тысяч рублей в Суровикинском районе мы позволили одному молодому парню заниматься швейным бизнесом. И он в отдельно взятом хуторе Качалин, где, кстати, нету газа, где есть те же самые проблемы, которые существуют в сельских территориях. Он смог при поддержке этой программы, при поддержке главы, конечно, я тоже подключалась к решению его проблем, он открыл швейную мастерскую. То есть возможности есть. Возможности есть. И, конечно, хочется, может быть, обратиться и к вам, и к телевизионным журналистам, и к средствам массовой информации. Вот такого рода возможности, они должны быть постоянно на виду, на слуху. Потому что кто-то один раз услышал, люди уехали, и человек остался с вопросами. А если будут какие-то разъяснения постоянно в средствах массовой информации, то, конечно, у нас больше людей обретут работу, а значит и более серьезный такой уровень достатка. Кстати, Игорь, у нас буквально две минуты до конца программы, еще один небольшой вопрос успеем с вами обсудить. Говоря о развитии территории, мы правильно подразумеваем, что территория будет развиваться, поселение будет развиваться, если будут рабочие места, если туда будут ехать люди. Вот привлекать людей, в том числе семьи, многодетные семьи, о них хочу сказать, сейчас пытаются с помощью выдачи им бесплатных земельных участков. Как в районах у нас идет эта программа? Ну, нормально, я так могу судить по тем районам, в которых я активно наблюдаю за этим процессом. Ну, в частности, допустим, в Дубовском районе. Я знаю, что те, кто обращался, они сегодня стоят не столько в очереди, сколько в ожидании, поскольку процесс выделения земельного участка, он заключается сначала в межевании, да, там, опять-таки, юридические вопросы, и надо немножко подождать. Но там работает администрация на эту тему, не всегда нравится место, с этим тоже обращаются депутатские приемы. Ну, если в городе много кому не нравится, уж что говорить о районе. И, конечно, знаете, в идеале земельный участок должен выделяться с сетями, потому что, когда выделяют участок для многодетной семьи в степи, то совершенно очевидно, что никто из них не сможет ничего там построить, потому что проложить туда сети, и это будет... Ну, это неподъемно, я думаю, для многодетных семей денег. Конечно, конечно. Поэтому вот надо дождаться лучших времен, и они обязательно будут, и проводить четко межевание территории, подводить за счет бюджетных средств средства, и вот тогда это будет подарок многодетной семье. На сегодня это пока, знаете, как лишние проблемы. Ну, будем следить за развитием событий. Приходите, рассказывайте. Спасибо вам за беседу. Время вышло, приходится прощаться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была депутат Волгоградской областной думы Татьяна Цибизова. Татьяна Игоревна, до свидания. Всего доброго.